Ресепшн при входе и привычных для здравницы крашеных стен здесь не встретишь. Ни поликлиника, прям профилакторий. Под потолками крутят мультфильмы, чтобы малыши не скучали. Пациенты забыли и что такое очередь. Во всех поликлиниках как бы всегда приходишь, очередь отстоишь, получишь талончик и идешь, сидишь в очереди. У нас есть такая поликлиника взрослая вот рядом. Здесь, конечно, сейчас намного легче. Но я говорю, главное дозвониться и записаться, а все остальное уже проще. Здесь и в какой кабинет не зайди новая медтехника. Заглянуть в желудок, где тем помогает специальный сканер. Никаких трубок глотать не надо. Уши и нос, если нужно, чистит специальный лоркомбайн. То есть подается вода сразу прогретая до 37 градусов. Не надо там греть, бегать, нагревать со шприцами, как раньше это делали. Главврач скромно рассказывает об успехах. Это же здорово, что пациентам хорошо. Их, к слову, становится все больше. В 9-ю детскую теперь не только со всего города едут. Из области тоже. Местные врачи – редкий вид. Помимо детского врача существуют специалисты, те, которые во многих больницах города их нет. В поликлиниках города. Это, допустим, тот же врач, детский уролог, андролог, аллерголог, иммунолог полного развертывания, детский гинеколог. Глава города тоже удивлялся, как все устроено. Таких поликлиник, да побольше бы в Челябинске, а лучше бы все такими стали. Но после похвальбы мэр поразил всех. Михаил Юревич отправил в отставку главврача Игоря Скорика. Мы с вами прошли в поликлинике и обратили внимание, все отремонтировано, с оборудованием, очередей нет. Несколько возможностей, многоканальные телефоны для записи, индивидуальная запись, номерки выдаются, коляски пристегиваются, чтобы не было. Ну, все сделано для людей. Хочу особенно похвалить главного врача. Будем освобождать его от руководства поликлиники и переводить на более крупную работу. Лишь под финал его спича журналисты, кажется, выдохнули. Идет на повышение. Вице-мэр Олег Грачев намекнул на какое. Посоветовал порыться в биографии уволенного Скорика. Тот о себе рассказал еще до встречи с Юревичем. Начинал с офисковым врачом, санитаром. Скорой помощи пришлось поработать. Пройти все этапы медицины. Поэтому вот таким. Но рабочих мест два всего. То есть на ЧМЗ я вот сейчас в участке уже. Он работал в 6-й горбольнице. Не исключено, что ее и возглавит. Перестановки в медицинских верхах, видимо, на этом не прекратятся. Место Скорика пророчат главврачу второй детской поликлиники. Кто сядет на его место, тоже вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!